Капитальный рамонт, работа 1-й диспетчерской службы 115, замена лифтов, якость воды. Об реализации держпрограммы «Комфортное жилье» ишла размова у Жлобинским районе. Подчас вознага посяжения постоянные комиссии по обудовнествии, транспорте и жильево-коммунальной господарции областного совета депутатов. Что в этом районе может стать прикладом для пераймания, а где есть недопроцовки, доведалась Марина Джалая. Насельничество Жлобинского района – свыше 100 тысяч человек. С их у райцентра живет больше 80 тысяч. Пытания у сферы жильево-коммунальной господарки – досыть. У лады мкнуться, выращать – усе запланованное. Наприклад, до конца года в городе заменить 44 лифты. Великые задачи по капитальным рамонте. Селеда треба провести его на 26 тысячах квадратных метрах жильевого фонда. Амаль – усе зроблено. Зараз керавництво района ставит перед собой новые задачи. Хотелось бы, чтобы внедрение новых технологий именно по водоснабжению. Хотелось бы улучшить инфраструктуру именно по дорожному хозяйству по нашему. Есть вопросы, но мы стараемся их решать. Идем целенаправленно к поставленной задаче. Одно с головных пытаний, у кого обмерковали подчас посаджения – якость воды. На Гомельшине проблема такая же, как по всей Беларуси. Утромание железа часто перевышает максимальные показчики. Норматив – 0,3 мг на литр. Але допускается и до миллиграмма. Такая вода беспечная, а лимая непрогожий выгляд и специфичный пах. Как забеспечить людей чистой водой, жлобинское предприемство «Уником» працуя по трех на керунках. Первое направление – это подключение ближайших сельских населенных пунктов к городским водопроводным сетям. Значит, настоящим им подключено шесть населенных пунктов. Второе направление – это строительство станций обезжелезования. В этом году построено четыре станции обезжелезования. И третье направление, которое мы будем дальше развивать, это будет рассматриваться вопрос либо бурения глубоководных скважин, либо подвод с питьевой водички по населенным пунктам, где имеется минимальное количество абонентов. Еще одна локация, на которой побывали представники постоянной комиссии – один – диспетчерская служба 115. Еще несколько лет тому в Жлобинском районе было 16 таких службов. Потом колькость скратили. У вынику засталась одна – комплексная. Для зручности укоранили додаток «Мобильный майстер». Его установили на смартфоны рабочих по комплексным обслугованию будинков. Заразь они одразу отримливают заявки, которые поступают на номер 115. Они отправляют через компьютер, и у мастеров есть телефоны СОТВ, и они видят там эту заявку. Потом они, когда выполняют эту данную заявку, они уже расписывают в этом же приложении «Мобильный майстер», и диспетчер видит у себя на компьютере, что эта заявка снята. Служба 115 в Гумельской области станет больше технологичной и информативной. ЖХРы смогут не только в УСНО поведомить оператору о проблеме, али и при необходности достать фото, например, аварийного участка. Планируется уже внедрение других каких-то информационных технологий, которые позволяют в оперативном режиме гражданам сбрасывать фотографии на те какие-то недостатки, которые имеются для того, чтобы не просто звонить, а еще и визуально можно было получать подтверждение тех или других недостатков, которые имеются. Держпрограмма «Комфортное жилье» в Гумельской области реализуется поспехово. Головные задачи – забеспечение насильства социальными стандартами и належное оказание послуг ЖКГ. Это замена инженерных сеток и лифтов, рамонт жилфонда с забеспечением насильства якосной пятной водой. Например, в селе-то в регионе треба заменить 380 лифтов, а за три года – 1100. Капитальный рамонт в этом году треба провести на 360 тысячах квадратных метрах. Это четыре сотни домов. В наступном рамонту ждут еще больше шмат поверховок. Марнет Жала, Игорь Марышенко, телерадо и компания «Гумель», Жлобинский район.